Я руководствую своими законами и своими командами. Я правильно понимаю? Это Республика Карелия, мы въехали. Значит, это субъект Российской Федерации. Согласно ПДД, тогда машина отправится на штрафную стоянку. Пограничная служба, Федеральная служба безопасности России. Здравствуйте. Здравствуйте. Пограничная служба проверки документов. Куда следуете? А с какой целью интересуетесь? С целью проверки. Проверки документов? Откройте, пожалуйста, открыв окно. Будьте любезны, удостоверение служебное в разъемном виде. Здравствуйте. Так, Яросков Александр Евгеньевич. Звание, должность озвучите, почеркный разборчик? Прапорщик. Каких войск? Пограничных. Пограничных. Скажите, пожалуйста, и сошлитесь на норму права, согласно которой мы должны вам предоставить документы на транспортное следствие и, соответственно, документы... 30-е закона о государственной границе, в котором сказано, что пограничные органы имеют право осуществлять на приграничной территории проверку документов и лиц. Время преграждает движение транспортных средств. Вы руководствуетесь Конститутой Российской Федерации в том числе? Еще раз. Вы же при отнесении службы руководствуетесь Конститутой Российской Федерации, правильно? И? И? Что там указано? Конкретно. В статье 15? Я не знаю, что указано в статье 15. Не знаете, да? Я руководствуюсь своими законами и своими командами. А мы находимся на территории Российской Федерации, законно. Вот. Более того, значит, мы имеем право беспрепятственно передвигаться из точки А в точку Б. Я правильно понимаю, это Республика Карелия, мы въехали. Значит, это субъект Российской Федерации. Именно так. Вот. И в этой просьбе и в этой связи я отказываю вам в передаче документов. Я доходчиво изложил? Вполне. Всего доброго, до свидания. Возвое. Я отказываюсь отвечать на ваш вопрос. До свидания. Не нарушайте закон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Редактор т.с. Не знаю, я такое первый раз вижу. Что вы, собственно, хотели? Документы вашего водительского удостоверения, здесь есть свои регистрации. А основания какие? Для чего вам? Ваш автомобиль двигается без государственных регистрационных знаков. И что? Проверить. А я нарушаю? А? Я нарушаю? У вас нет государственных регистрационных знаков на автомобиле? А у нас нельзя так ездить. А? А вдруг ваша машина в угольник и будет специально остановить? Только поэтому. Хорошо. Если это получается, то мы будем составлять через протокол, то что я езжу без номеров, правильно? Ну мы посмотрим. А вдруг у вас машина новая, у вас есть по закону в течении 10 дней, вы можете ставить? Так она не новая, вы же видите. Она же не новая, вы же видите. Неужели непонятно, почему я здесь, что я тут делаю? Что вы тут делаете? Непонятно, да, вам до сих пор? Нет. Ну, собственно говоря, тогда... Вы хотите документы мои, правильно я понял вас? Дома забыл я их. Документы, удостоверяющие личности. Дома забыл. Все дома забыл. Пробейте по базе. Документы на машину. Все дома забыл. А как мне удостоверить, что машина вам принадлежит? ВИН-номер там есть спереди. ВИН-номер спереди есть. ВИН-номер. Ну вы же инспектор такой, справедливо. Ну вот, вы должны знать тонкости, проверяйте. Знаем. На меня можете составить протокол, то что я забыл документы дома, и там как там, пятьсот рублей или что там вы можете вынести. Вот и все. Документы на машину вашу. С собой нет ничего. Ну, согласно ПДД, тогда машина отправится на штрафную стоянку, если у вас нет документов на автомобиль. Хорошо, ну тогда вызывайте в эвакуатор, оформляйте то, что у меня нет документов. Будем, нормально. Ладно, жду тогда протокол. Хорошо? Ваши данные назовите мне, пожалуйста. Назову сейчас. М? Давай. Фамилия, имя, отчество вашей. Фамилия, имя, отчество вашей. Таташвили? Таташвили. Таташвили. Денис Геннадьевич. Всё, жду тогда. Подождите, Денис Геннадьевич. Таташвили. Какое там? Тринадцатый десятый тысяча девятьсот восемьдесят пять. Денадцатый десятый и восемьдесят пять. Денадцатый десятый тысяч. Да-да. Число и месяц год рождения ваше. Что? Я же вами не закончил. Що вы закрываете с ними? Ну, я же вам данные, назвал.. Какое число, месяц, год рождения? 12, 10, 81 год. 81? Да. Где проживаете? Город Санкт-Петербург. Некрасово, 58, 21. Улица? Улица Некрасово, дом 58. 58, квартира? 21. Вы какие-нибудь документы помните наизусть номер вашего? Нет. У вас база должна быть, вы можете проверить это в 5 секунд. Вот я жду тогда. Спасибо. Денис Геннадьевич, у вас Мин-номер автомобиля закрыт. А, сейчас открою. Просто на ночь закрываю обычно. Все, смотрите. Открыл. Где ездим? Ну, слушаю. Снимаете, да? Ну, тут заходится, да. Ясно. Проверили мы вашу машину. Номер-то помните? Угу. Р-415 Николай Александрович. Ну да, Р-415 вроде было. Машина 8-го региона. Машина принадлежит вам. Она не в угоне. Она чиста. Страховка у вас есть. Вы вписаны. Документы-то чего-нибудь есть? Честно скажу, забыл. Как вы? Ясно. Ну, по ходу дела, да, забыл. Но я их не нашел, вот. Как я... Да, пограничники просили, не нашел. И вас дальше пропустят? Да. Честно говоря. Ясно. То есть, нарушение вы с именем не согласны? То, что у вас нет документов на машину и то, что нет документов на право управления? Конечно, да. Все через протокол, да. Через протокол. То есть, составляем протокол? Угу. Отправляем по месту регистрации? Да. То есть, составляем на вас два протокола? Да. Все через протокол, да. Все верно. Я понял. А куда дальше ты поедешь? Не знаю, пока не. Ну, у меня же машины все забирают, как я понял. Забирать не будем, наверное. Машин-то вам поменялись. Да. Если бы машин не вам поменялись. Угу. Спроси, какие основания для проверки были документы? Понял. Лидической помощи вы нуждаете? Конечно. Нуждаете. А вообще, такой вопрос. Вот если по-серьезному. Какие основания вообще были для остановки? Основания? Да. Ну, согласно пункту 20 ст. 13 федерального закона, полиция имеет право останавливать транспортные средства, правильно? Для выполнения своих прямых обязанностей. То есть, выявление административных нарушений, да? То есть, без никаких заведомо нарушений визуальных, без ничего. Вы просто взяли и остановили, да, получается? Почему нарушения? У вас нарушение здесь, ну, по сути. Зачем? Правильно? А какие нарушения-то? Какие нарушения? Ну, вот, например, без номеров, тайнировка. Машина куплена. Так, машина, я же объяснял, то, что она куплена, по сути. Да. Номера в утрате. В базе-то она есть? Так я же объяснял номера в утрате. Это что же говорил? Да. Объяснение. Объяснение будете тут давать, конечно? Где у вас номера? Да, все буду писать в объяснение. Вам бланк один? Нет, нет, в протоколе напишу. В протоколе? На отдельном бланке не будет писать? Нет. Да. Где номера, где потеряют? Это не выходит, не оставит в протоколе. Класс. Вам все отправлять на место? Да. Все верно. То есть на месте не будет рассматриваться? Ну, может быть, не знаю, это по делу будет видно. Состоять протоколом, да? Да, потом дальше уже посмотрим. О том, что вы не имеете права выполнения без собой и себе и документов на машину. Да, все верно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Не выждет сожженного. А? Не выждет сожженного. Сюда идите, пожалуйста. Можно удостоверение сожженного в развернутом виде? Ну, можно поближе мне зрение? Не вижу. Так, Борисенко Виталий Анатольевич, оперуполномоченный, 15 января 2023 год. Виталий Анатольевич, мне бы сотрудник ГИБДД нужен. А почему вы оперуполномоченный у нас в форме на бомбардирование сотрудника ДПС ГИБДД? Не заменились. Да. Скажите-ка, пожалуйста, на каком основании вообще вы осуществляете справка дана настоящая, что лейтенант полиции Борисенко Виталий Анатольевича? 1909-1988 года рождения, 15 августа. Инспекторы дорожного, под помощи ГИБДД, отдел МВД России. Приказ отделения МВД России по Сартоваловскому району за номером 109 ЛСУ 20.04.2018 года. 20 сентября 2018 год, вы представляете? А сегодня у нас 25 сентября 2019 год. И как так вам целый год делают удостоверение? Это не ко мне вопрос. Согласно закону, службе в органах внутренних дел, вам должны выдать все-таки что? У меня есть одно. Этого недостаточно. Значит, у меня вопрос. Данный гражданин, он задержан? Да, составление на статье номера. Какого именно? Он не езждает без рискового доставления. То есть, я правильно понимаю, в его действиях состав административного правонарушения по 12-2 или по 12-3, часть 1? Часть 2. Часть 2, да? Ну, может быть, первая часть? Это есть безрегистрационный документ. Так у него и регистрационных нет, и водительского нет. И водительского. Да, и, кстати, все основания что сделать? Забрать транспортное средство до устранения в порядке 27-й главы КУАП РФ. 27-й, то есть к 12. Точка 13. Да, совершенно верно. Дело в том, что уже 25 сентября 2019 год, время 3 часа ночи, остановлен был данный гражданин. Свидетелем я данных обстоятельств являлся в 2 часа ночи, согласно 664 приказа, вы, я полагаю, его знаете, да? Несмотря на то, что оперуполномоченные уже перестроились, административная процедура, она должна проходить в кратчайшие сроки. Кроме того, протокол об административном правонарушении, что регламентирует 28-я глава КУАП РФ, составляется немедленно. Мы стоим целый час. Мы же выясняем. У нас базы. Я согласен. Мы по базам проверяем. В ходе общения же вам водитель пояснил, сообщил, все. Вы перепроверили, и ваш коллега подошел и поинтересовался. Такая-то такая машина, форма-то такая. Денис Геннадьевич так, так, все, вопросы закрыты. Номера в утрате. Зачем удерживать гражданина, я не могу понять. Кроме того, если даже вы выявили визуальный признак состава административного правонарушения по 12.2.2 КУАП РФ, вам же сообщили, номера в утрате. Все. Вопрос снят. А такой документ-то где наносили? Вам документы вообще нужно, в принципе, проверить их наличие, и все. И я так полагаю, вопрос и основание для составления материала по 12.2.2 КУАП РФ, он отпадет. Да. Вы точно говорите? Вы не вводите в заблуждение? Просто вам на слово нельзя верить. Вы тем более оперуполномоченные. Вы, у вас специфические, понимаете, такая обязанность. Тем более вы со всякими субъектами работаете. И порой идете на такие вещи. Ладно, это уже другой вопрос. Ну почему другой вопрос? Просто, честно говорю, вот с вами начинаешь по закону разговаривать, вас это как-то приводит чувство. Начинаешь вроде идти у вас на поводу, на неформальные взаимоотношения. Вы зачастую поступаете не по-мужски. Но вы сами, что самое интересное, готовы идти на неформальные отношения, ввиду того, что базовых знаний не хватает юриспруденции у вас, у вашего брата. Вам идешь на встречу, а потом обман, ввели в заблуждение. Сколько у меня с доверителями было? А вы как представитель этого, да? Да. Естественно. И мы сейчас просто, я вам говорю, мы сейчас это дело и прекратим здесь. Просто смысл, время вы, да, вы наделены правом установить транспортное средство. Так я же согласен. 20-го пункта, 13-й статьи Федерального закона полиции. Я имею право установить транспортное средство. Имеете право, да. Там, опять же, определенные обстоятельства. Я не хочу сейчас углубляться. Почему? Потому что визуально признаки есть по 12-2-2 квадратов. Как основание, да. Вот. Вы сейчас проверили по базе ФИЦ. Выяснить, машина не в розыске. Машина не в розыске. Машина, через номера мы ее тоже привлечили. Все, да, все в порядке с ним. Все в порядке. А чего дальше? Зачем вот усугублять вот это? Да никто не усугубляет. Мы сейчас, повторюсь, вот как вот приехали, так и уедем отсюда. Вот. И материала не будет, это самое интересное. А если он и будет, то производство будет прекращено. И прекращено в городе Санкт-Петербурге. А прекращенный материал вами составлен, либо вашим коллегой, повлечет за собой что? Согласно, опять же, такие законы. Службе завершения. Да. О службе в органах внутренних дел, служебной проверке. И вот сотруднику, вот сейчас вы сидите и думаете, да. Все в порядке. Зачем мы, вот зачем? Адекватные, трезвые. В розыске не находятся. Да. Вот самим не проще вот так просто. Всего доброго, до свидания. Так, давайте попрощаемся. Счастливо. Мне было очень приятно с вами пообщаться, что вы нас услышали. Мы не задержаны, мы едем дальше. Не задержаны. А в неформальной обстановке можно с вами пообщаться? Со мной? Да. Все, ребята. Все, ребята. Документы так остались ими проверенными. По факту. Мансур Мусайович, как вы видели, представился Денисом Геннадьевичем. Приветствую. Слушайте. Хотел поинтересоваться. А вы руководствуетесь принесением службы каким федеральным законом? Законом пограничной службы. А пограничной службы? А вот конкретно для проверки документов какие должны быть основания? Основания? Но вообще у нас здесь мы в фильтрационном проверочном неправедении проходят в отношении иностранных граждан. А, иностранных граждан. А вот как вы видите? Вот я по-русски разговариваю. Паспорт. Паспорт, да? Министерный, правильно. Ага. Ну вот, что самое интересное. Вот это территория Российской Федерации, да? Да. Десятый регион. Мы объезжаем. Там Санкт-Петербург. Тоже. Да. Да, гражданин находится, вот он будет просто собственными объяснениями подтверждать, что он гражданин Российской Федерации. А у нас в статье 27 Конституции Российской Федерации указано, что гражданин Российской Федерации, собственно, который на законных основаниях находится на территории Российской Федерации, имеет право беспрепятственно передвигаться. Как вот в этом случае вы будете действовать? Я, например, заехал сюда, так как я считаю, на законном основании, не передав, не предъявив документ, да, вот с вашим коллегой мы общались. Вот, вот как вот здесь вы будете действовать? Решаем. А, значит, Славно-Ильповский район считается приграничной территорией. Закон на господарственной границе, федеральный закон, 43-70 от 1 апреля 93-го года пограничники на приграничной территории имеют право проверять документы и осматривают транспортное средство. В принципе, вот так. Из этого, да, вы исходите? Ясно, понятно. Очень интересно. Дело в том, что права и свободы гражданина и ваш собственный закон, там указана норма, вот, что могут быть ограничены только на основе федерального закона, понимаете? Даже несмотря на то, что гражданин иного государства проезжают, да, вот здесь вот. Просто так нельзя проверить. Я понимаю, когда вы езжаете, допустим, в Финляндию, там, да, там другой, да, закон, но тут-то же у нас, получается, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Карелия, Санкт-Петербург. Так точно. А вы выборочно останавливаете автомобиль? Ну, вообще, должны полностью проверять. Полностью, да. Мы просто не справляемся. А ваш, вы, закона пограничного, вы к ФСБ относитесь? Так точно. К ФСБ, да. Ясно. У нас вот здесь стенд висит, там все законы, можете подойти, просто посмотреть, почитать. Да, слушайте, я все знаю, я просто, мне поинтересно, поочево, так сами, пообщаться, вот, собственно, вот. Ну, честно говоря, естественно, мы смотрим подозрительных, во-первых, машины по ориентировкам, люди по ориентировкам. А, ваши тоже ориентировки, вы же в силу закона взаимодействуете с органами МВД, ГИБДД. Естественно. А вы кто в звании? Саша Прапчик. Прапчик, да. Поэтому, естественно, в первую очередь иностранцев, потому что очень много бежит, пытаются бежать. Через границу. Марокко, Иран, Ирак, там, как бы, и очень много, и буквально каждый день мы снимаем, фактически. Вот, граждане Российской Федерации много по ориентировкам, в основном психически нездоровые люди, значит, либо... А вот как вы выявляете, вы же не врач, или вы это визуально смотрите, его поведение? Нет фотографии. А, то есть в ориентировках, да? А как вот физически вот это вы выявляете? Вот вы в бронежилетах, да, там, у вас видеокамеры, жезлы, а там, что оружие у вас, да, огнестрельное. Ну, вот он взял, в акселератор нажал и пошел. Дорога хорошая, машина, допустим, мощная. И как будет дальше? Первое. Скидывается номер ГИБДД, и его сразу буквально пробивают. Если он идет на Лангенковский район, значит, либо его там останавливает дежурный наряд ГИБДД, вот, и уже там проверяют. Ну, нам главное скинуть. Есть много, кто проезжает. Ну, во-первых, люди, которые не останавливаются, и они могут получить штраф по суду, все, как бы, да? Но это не повиновение, да, вы имеете в виду? Да, 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 думаю. Не остановка по требованию. А, кстати, да, почему нет? Если с учетом того, что вы имеете право проверять, останавливать транспортное средство, да, но тоже, опять же, при достаточных основаниях, да, если гражданин игнорирует, вот, тогда уже органы ГИБДД, вы им через рапорт передаете, да? Нет, мы просто звоним, и их сразу пробивают буквально, в течение, там, 20 минут. Интересно. Потом составляется письмо, на имя этого гражданина ему звонят, если есть возможность. Просто некоторые говорят, ну, мы не увидели, или быстро ехал, не успел остановиться. То есть сначала просто проводится беседа, говорят, в следующий раз, когда обязательно останавливайтесь. Но если гражданин изначально уже, вот, встал, так, все, что, я не буду останавливаться, то письмо в суд, и там, в районе двух тысяч. Да, слушайте, очень приятно с вами общаться. А вот у вас есть служебное удостоверение? Да, конечно. А можно ознакомиться? Да. Меня вам представлюсь, меня зовут Таташвили Денис Геннадьевич. Вот, мне просто очень интересно, почему отношение такое выборочное, вот, и порой, возможно, отсутствие полных познаний в праве. Озвучьте, пожалуйста. Старший правщик Акулов Алексей Михайлович. А то, что вы сотрудник ФСБ относите, где у вас часть указана? Здесь. А, вот вижу, да. Озвучьте. Не вижу. Так, ну, здесь не особо видно. Сейчас муточку. Вы контрактник? Так точно. Рысковая часть 21.43. Смотрите, приедет проверяющая. Вы должны же четко, ясно объяснить ему. Звание, должность, к какой части относитесь. Значит... Я просто моделирую ситуацию. Да, конечно, естественно, объясню. Пограничная служба, Федеральная служба безопасности в России по Республике Карелия. Вот. Вот и хотелось бы, чтобы вот так вот четко от зубов подскакивало, всегда, когда остановил. Ну, да, да, единственное, мы, конечно, обязаны представляться. В силу закона. Да, да, конечно. Но когда идет большой поток, это просто невозможно по времени. Мы создаем пробку большую. Вот. И если гражданин спрашивает действительно, почему вы не представляетесь, я, естественно, представлюсь, ну, я объясню, что, как бы, не всегда есть возможность. Просто, когда пробка по 70 машин, как бы, большой возможности нет. А вы вдвоем здесь, да? Бывает вдвоем, бывает втроем. И, как бы, во-первых, люди тоже нервничают, то, что мы задерживаем, создаем пробку. Не хотелось бы этого, как бы, поэтому и стараешься побыстрее. Заглянул в машину, если как бы нет. Ну, обычно гражданина просишь, не могли бы отпустить заднее стекло. Пустили, посмотрел, что никого лишнего нет. Ну, это же право гражданина, а не обязанности. Поэтому мы просим. Да. Значит, много провозят. Вот таксисты, например, на пол, в багажник. Ну, досматривать транспортное средство я не имею права. Почему? При достаточных основаниях можно. При возникновении подозрения, да, но тут уже вызывается наряд, рапорт. А вы знаете, какой у вас круг полномочий, как у сотрудников ФСБ пограничной службы? Достаточно широкий. Вы можете досмотреть, вплоть до предостаточных и законных основаниях, да, через под протокол и личный досмотр транспортного средства. И даже перепроверить сведения на транспортное средство. Да, это я знаю. Бывает, что гражданин, вот, микроавтобус идет, но он ни в какую не желает открывать. Ну, а мы подозреваем, что там кто-то сидит, да. Тогда, да, естественно, вызываем, приезжают, свалят протокол, производится досмотр транспортного средства. Ну, крайне редко бывает такое. Вот. Ну, пытаются провести, уже было много случаев. А потом бегаем, ищем. Поэтому как-то стараемся здесь немножко отсечь. Ясно. Обходят пост. Люди просто приезжают, говорят, что, видимо, там, четыре человека арабской внешности, например, да, там, пытаются там обойти. Ну, уже действуют в голове. Ну, я так понял, в основном, да, на иностранных граждан, вот, упор у вас сделал. В основном бежит Марокко, Иран, много Иран. Бегут с семьями. Ну, и граждан Российской Федерации, вот, за мою, сколько я, ну, за последний год, в основном, вот, психически не уравновешиваются люди. Кто скрывается. Иностранцы бегут на территории России, жгут паспорт и пытаются перейти. То есть, там они уже беженцы. А, ну, да, статус получают, да, да. Дотации, жилье. Да, интересно. А вот данный автомобиль не вызывает подозрения у вас? Нет, по ориентировкам у нас такого автомобиля нет. Ну, то, что нет государственных регистрационных знаков на нем. Извините, я не видел тебя. Нажми. Что стоят? Антенны? Ну, антенны как бы нет. Тоже. То есть, подозрения не вызвало, да? Ну, то, что регистрационных номеров нет, да, подозрения. А то, что антенны, здесь много санкетов. Ясно. Мне просто, мне интересна реакция, как бы, что... Хотя, собственно говоря, мы туда въехали и обратно, то есть, с препятствием проблем в этом не видим. Может быть, автомобиль только куплен был сегодня? Тоже верно, да. Опять же, законодательство. Таково. Вот. Ладно, мы тогда не будем вас задерживать. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Ну, вот. Удачи вам. До свидания. До свидания. Ну, вот, ребята, пожалуйста, сотрудников ФСБ. Подозрительная машина, не подозрительная. Он считает, что может проверить документы. Хотя, в силу закона, он имеет право, да, проверить и документы, и автомобиль. Это очень широкие полномочия, но, опять же, при достаточном основании полагать, подозревать. А в целом, вот вам, пожалуйста, наглядный пример знания своих прав. Это, в принципе, дает вам возможность беспрепятственно передвигаться по территории Российской Федерации на законах оснований. Ях, и общаться с должностными лицами, в том числе и сотрудниками ФСБ. Опять же таки, я все к чему это вам показываю, рассказываю с Матсором Мусаевичем, чтобы вы для себя уяснили поняту, что надо в рамках закона и с уважением к своему поняту, с совместением, относиться. И все будет, все будет, соответственно, отношение к вам, соответствующее со стороны сотрудников ФСБ. Никому не нужны, я лишь на раз, описание нарапортов, протоколов, в поле, когда он должен знать, все понимать, с кем он общается. Все это, опять же, в пределе, повлечет отмену, прекращение производства, например, от их взысканий. Представьте, да, сотрудник ФСБ сейчас задействовал сотрудников Росгвардии, ГИБДД, ППСП. Ну, кстати, есть все на этом, в общем, а дальше что-то. Дальше что-то. Ну, в целом, я еще раз лишний раз вам показываю, что по закону жить проще. Даже где-то кому-то давать взятки, чего я не сторонник, и всегда говорю, что отставите свои права, законы, интересы, либо не мать и юристов. Собственно, закончили бы сегодня рейд, скорее, в 4.51, 25 сентября, текущий год, едем там. Думаем по пути еще с сотрудниками, либо по Губерскому району, и запишем в его материале. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok